Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик барометрического давления B высокий Что это значит? Это общий диагностический код неисправности трансмиссии, DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, в число затронутых транспортных средств могут входить, помимо прочего, Chevy, Mazda, Volvo, Acura, Honda, BMW, Jesu, Mercedes-Benz, Cadillac, Hyundai, Saeb, Ford, GMS и т.д. Несмотря на то, что в общем, точные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от года, марка, модели и конфигурация трансмиссии, большинство ESM, модулей управления двигателем, полагаются на различное количество измерений, чтобы точно обеспечить двигателю оптимальное соотношение воздуха и топлива Оптимальное соотношение воздух-топлива называется «стехиометрической» смесью, состоящей из 14,7 частей воздуха на одну часть топлива Вот некоторые из значений, которые контролирует ESM, чтобы поддерживать топливную смесь как можно более стехиометрической, но не ограничиваются ими Поток воздуха, температура охлаждающей жидкости, частота вращения двигателя, нагрузка, температура воздуха и т.д. Некоторые системы управления двигателем в большей степени полагаются на потребление и атмосферный воздух, давление для оптимизации смеси, не говоря уже о том, что эти системы используют меньшее количество датчиков для достижения аналогичных результатов Поскольку в любом случае это касается управления, эффективности использования топлива, обычно датчики BAP, барометрического давления воздуха, используются, когда также присутствуют датчики MAP, абсолютного давления в коллекторе, BAT используются для измерения атмосферного давления Это значение является неотъемлемой частью определения топливных смесей, поскольку ESM должен сравнивать атмосферное давление с давлением во впускном коллекторе, чтобы точно отрегулировать топливную смесь в соответствии с потребностями оператора при вождении Высота является важным фактором, который необходимо учитывать при диагностике BAT, в зависимости от вашего местоположения, ваши симптомы могут активно ухудшаться или улучшаться, особенно если вы часто добираетесь до горных районов Когда буква включена в описании кода ошибки OBD2, в данном случае, B, в большинстве случаев это будет точное указание чего-то определенного, например, различных банков, датчиков, цепей, разъемов и так далее, в системе, в которой вы находитесь, работая внутри, в этом случае, я бы сказал, это определить, с каким датчиком вы работаете В этом случае, много раз будет несколько барометрических датчиков для обеспечения точных показаний, кроме того, корреляция между датчиками, чтобы помочь управлению топливом, не говоря уже о том, помогает найти неисправности в датчиках или цепях С учетом всего вышесказанного обратитесь к руководству по техническому обслуживанию за подробной информацией о спецификациях букв для вашего конкретного автомобиля R222D устанавливается контроллером ESUD, когда он обнаруживает высокое электрическое значение, показания в датчике, B, атмосферного давления, BAP, или его цепи, датчик барометрического давления, какова серьезность этого кода неисправности Тяжесть здесь будет умеренно высокой, читая это, необходимо соблюдать определенную срочность, чтобы поддерживать эффективную работу двигателя, каждый раз, когда неисправность может напрямую влиять на очень важные значения, такие как соотношение воздух-топлива, и активно присутствует Вы не должны управлять своим транспортным средством, чтобы предотвратить любое повреждение двигателя, сказав это, если вы управляли транспортным средством, так как неисправность была активна, не беспокойтесь слишком, вы, вероятно, в порядке, большой вынос Если оставить его без присмотра, эта неисправность может привести к дорогостоящему внутреннему повреждению двигателя в будущем, каковы некоторые из симптомов кода Симптомами кода неисправности P222D могут быть, недостаточная мощность и производительность двигателя, или ограниченные, пропуск двигателя, ненормальный шум, и, двигателя, запах топлива, снижение расхода топлива, снижение реакции дроссельной заслонки, каковы некоторые из распространенных причин, кода Причинами этого кода P222D могут быть, неисправный или поврежденный датчик BAP, атмосферное давление воздуха, неисправный или поврежденный электрический разъем, неисправность проводки, например, обрыв, короткое замыкание, коррозия, короткое замыкание, внутреннее или механическое, показания проблемы ESM, модуль управления двигателем, какие шаги по устранению неполадок P222D Базовый шаг решетка 1 Найдите датчик BAP, барометрического давления воздуха, на вашем конкретном автомобиле, по моему опыту, расположение этих датчиков значительно варьировалось, поэтому выбор правильного датчика должен иметь первостепенное значение, после обнаружения осмотрите датчик BAP на предмет физических повреждений, возможные проблемы могут зависеть от местоположения, Поэтому примите во внимание окружение датчика, то есть место с высокой температурой, вибрации двигателя, воздействие элементов, дорожного мусора и так далее Основной шаг номер 2 Убедитесь, что разъем на самом датчике установлен правильно, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение, особенно, если датчик расположен на двигателе Он может подвергаться вибрации, которая может привести к ослаблению соединений или их физическому повреждению, примечание, обязательно отсоединяйте аккумулятор перед тем, как отсоединять датчики В зависимости от автомобиля, системы, датчика вы можете повредить электрические пики, если забудете этот шаг Тем не менее, если вы чувствуете себя здесь некомфортно или у вас ограниченные фундаментальные знания в области электротехники, я бы порекомендовал вам буксировать, водить автомобиль на ремонтном предприятии Основной шаг номер 3 Что-нибудь мешает сенсору? Это может вызвать ложные показания атмосферного давления Точные показания являются неотъемлемой частью оптимальной работы двигателя в этих системах управления топливом Основной шаг номер 4 Использование мультиметра и вооружения требуемыми электрическими параметрами для датчика атмосферного давления воздуха Вам нужно будет отсоединить разъем от самого датчика, чтобы получить доступ к контактам Как только вы увидите контакты, следуйте инструкциям производителя по диагностике с желаемыми значениями и сравните, все, что находится за пределами указанного диапазона Будет указывать на неисправный датчик, замените его, следуя соответствующим процедурам повторного использования